Четвертый день Дельфийских игр прошел сегодня в Екатеринбурге. Участники разыграли основной комплект наград. На сцену вышли артисты балета, а на манеж шакробаты, фокусники и жонглеры. Среди победителей вновь оказались уральцы. Яна Имакаева следила за творческим состязанием. То упадет словно без сил, то вдруг подпрыгнет вдохновленный музой. Тимур Загидулин в образе юного Моцарта творит музыку только в движении. В каждом па артиста балета – муки творчества великого композитора. Да, это такой вот Моцарт. Смысл номера в том, что он пытается поймать эту музыку, которая из него льется. И что он пытается догнать жизнь. Потому что он знал, что он мало проживет, и что нужно взять все, что можно, только и подарить другим зрителю, людям, миру. Волшебный принц, бог Солимпа. Каждый участник в номинации «Классический танец» рассказывает свою историю. Не словами, движениями Вера Чумаченко передает боли отчаяния и отважной смуглянки. А Эльвин Багиров не в образе, зато ломает стереотипы истинных горцев. Привычнее видеть на татами, но этот юноша выбрал балет. Правда, Эльвин не попал во второй тур, но опускать руки не намерен. Говорит, теперь еще больше захотелось достичь главной цели. Я просто с детства начал танцевать лезгинку. Мне нравилось, у меня мама танцует. И вот мама хочет, чтобы я был артистом. Я хочу ее мечту сделать. Артист цирка Александр Плишкин два года назад тоже остался без медали дельфийских игр. Но в этот раз его выступление с партнером – гвоздь программы фестиваля. Перемяки не только взяли золото Олимпиады искусств, но и сорвали самые бурные аплодисменты. Час на стоятии, один трюк отрабатывать, просто там брызков, сальт, тех же самых. Просто, сколько, не знаю, штук сто в день надо прыгать. И вот так, чтобы один раз потом выйти и сделать четко. Разница между нижним и верхним должна быть 20 килограмм. Это очень важно. Если чуть-чуть поменьше, то нижнему будет уже тяжелее. Это такая вот самая минимальная разница. Но лучше, если будет больше. Дельфийцы на манеже собрали полный зал, словно на премьере циркового шоу. И зрелище под стать. Грация воздушных гимнастов, выкрутасы жонглеров и клоунов. Хоть сейчас собирать труппу, говорит директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Вот акробат и пара. Это 100% можно уже в программу брать. Воздушные номера можно брать в программу. И это очень высокий уровень. Видно, что все просмотры, все фестивали приносят огромную пользу детям. От мастерства этих дельфийцев зрители буквально пустились в пляс. А как тут устоять? Юные диджеи задают горячие ритмы, миксуют зажигательные треки и успевают танцевать с публикой. Невозмутимыми остаются разве что строгие судьи. Этот конкурс просто огонь. Я подготавливался около двух недель к этому конкурсу. Подмирал материал по моему вкусу. Я люблю электрохаус и прогрессив. Мой кумир хардвелл. Многое из него я черпал. В общем, это было мега круто. Выступление мне лично понравилось. В этом виде состязанию свердловчан серебро. Копилку уральской сборной пополнила также золотая медаль фольклорного коллектива «Воробейка». Серебро домрачеев и бронзовые награды саксофонистов и вокалистов. Регионные лидеры в командном зачете дельфийских игр назовут на церемонии закрытия. Яна Юмакаева, Павел Осинцев и Павел Сизов. События ОТВ.